доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала канарейки в казахстане youtube канал канарейки в казахстане следующее видео ну вначале хотелось бы сказать о предыдущем видео кратко там спонтанно записал быстро но информация думаю будет полезно сейчас вот ребята в группе пишут что цепи и так панцирь каракатицы и так она дорогая сейчас она действительно дорогая на везде дорогая я заказываю ее партию оптом почему снял это видео потому что начинающие тратятся покупают эту цепи она действительно очень нужна очень нужна но как вы видите я не говорю что ее не надо вешать вешать и но вы убедитесь что птица не вся детстве там в вольере у меня висит она уже по моему вот там самочки которым необходим всегда кальций да она висит уже по моему третий год и еще больше половины она есть цепи они поедаются птицы до клювики стачивает вот и все вся польза там иногда можно вешать ее в данном случае у меня очень много она может висеть годами поэтому если есть излишек цепи лучше использовать ее по назначению то есть доставить по назначению и использовать как я показал в предыдущем виде видео добавляя мешанку она усваивается полностью птицей сезон разведения это будет особенно полезно нашим самочкам сезон разведения ох ты мой помощник упал мой борщ сезон разведения в нашем хозяйстве продолжается то есть вновь прибывшая птица отдохнувшая птица где-то птенцы где-то на яйцах сегодня она останавливаться на этом не буду сегодня день такой небольших но очень полезных советов вот что касается цепи интересно мне интересно что теперь скажут наши хейтеры и 2 не менее нужный совет наглядное пособие так скажем к которому нигде не прочитает ни в одной литературе и я не знаю видео есть на просторах инета или нету но начинающие точно о нем не знают этот способ можно использовать любой период времени для понять поднятия иммунитет иммунитета иммунки птицы для обогащения при подготовке птицы сезон разведения при линьке птицы во время выкармливания абсолютно никаких противопоказаний к этому нету речь идет об обычном чесноке друзья мои обычный чеснок вот мы его заготовили то есть я заготовил для наглядного пособия там нарезал кубики произвольно там как на четвертеньки на это один зубчик чеснока где-то на 6 долей по кромсал про кромсал это поилка поилки могут разные никаких противопоказаний нету к этому я уверяю вас это все из личного опыта вот вечером перед тем как птицу уложить спать то есть выключить свет подложиться спать до времени у всех по-разному вы снимаете все поилки соответственно промыли их почистили налили свежую отстойную воду не из-под крана еще раз повторяюсь не хлорированную у меня отстойная вода всегда в баклажках вот и вы видите я положил сюда зубчик дольку чеснока все вот перевернули она перевернут станет так в ряд я не стал пока снимать еще рано у нас это просто на примере я снял в одной самочке и перевернули все она до утра стоит настаивается не надо его крошить там на мелкие частицы все вот он это только чеснока она здесь находится до утра когда вы утром приходите включаете свет птицы все поилку по вилке развесили туда птица значит соответственно будет пить это только чеснока находится там жаркий период времени чтобы эта вода не скисла нужно контролировать и пропаивайте птицу дня три потом пьешь рыбчик потом можно что-то другое это поднимет я уверяю вас чеснок я не знаю я не видео что я дополню было добавляю почти через день в мешанку чеснок вот поэтому чеснок это великая штука не только для людей также и для наших любимых птичек поэтому пользуйтесь уважаемые друзья ему к скажет вам спасибо огромное птица поедает острое она не не ощущает как вы знаете и перец чили даем птицы я не так часто даю но знаю что дают очень многие острый перец и дуганский перец до болгарский даем конечно сладкий перец но чили тоже птица поедает с удовольствием острый который человек не не привыкший к этому конечно не сможет кушать а птица есть с удовольствием и ничего ей не будет от этого поэтому это только повышает иммунную систему чем пичкать птицу постоянно антибиотиками пробилактика лучше максимально использовать естественные продукты которые это чесноком кстати пользуются во всем мире и в европе но об этом я говорю же в книгах нигде вы не прочитаете это единственное то что вот берется действительно из практики годами проверено и противопоказаний не имеет поэтому пользуйтесь друзья мои вот она будет до утра настаиваться в поилочке в ряд поилочки выстроили все поилочки сняли буквально у всей птицы у всей у всей там здесь везде сколько у вас есть поилок столько и сняли наполнили водичкой и все покидали дольки чеснока туда и до утра стоит чеснок настаивается если нет таких поилок то есть которые переворачиваются стоят да есть такие поилки которые не стоят на кверх тормашками не стоящим значит берете любую тару там литр в литровую баклажку баночку также измельчили вот на 6 долек там на 7 сколько на 8 2 2 2 зубчика сколько у вас птицы в зависимости от сколько у вас птицы вот значит закинули туда в эту воду в эту емкость с водой честно чеснок также до утра настаивается утром прежде чем налить чуть-чуть сболтали разлили по поилкам и все без проблем просто здесь в чем преимущество потому что в процессе пока стоит поилка висит значит на на клетке или там на боксе зубчики чеснока там еще находится и он до продолжает работать вот в этом вся суть разница только лишь в этом вот поэтому поилки также можете в своей поилочке утром закинуть по дольки чеснока так что берите на вооружение уважаемые друзья это чистого сердца советы даются конечно хейтеров у нас очень мало но бывают такие которые пишут такую ахинею извините меня конечно даже акцентировать не хочется на этом и не акцентируешь но смешно просто доходит до иногда до смешного когда начинают писать ахинею всякую поэтому от чистого сердца без без преувеличения без всякой выгоды чисто чистого сердца извините за таптологию как есть с уважением вам к вам здоровья вам мира и добра всего доброго